Ему поклоняются в его честь, пишут стихи и даже называют города. Речь о царе деревьев – дубе. По всей Волгоградской области растут величественные красавцы, причем многие из них долгожители. Недавно в поселке Горная Поляна статус дерева – памятник живой природы, присвоено еще одному великану. Историю могучего дерева узнал Максим Черпак. Семья Никоновых поселилась рядом с этим раскидистым дубом в 1968 году. Виктор Алексеевич – коренной житель Горной Поляны, знакомый с деревом большую часть своей жизни. Сегодня члены семьи стараются всеми силами ухаживать за полутора вековым исполином. Он всегда принимал людей этот дуб. Наверное, всю жизнь свою. Здесь молодежь, какие-то влюбленные пары тут подходили по вечерам. Днем детишки катались на качелях. Весело было. Он всю жизнь этот дуб принимал людей. И до сих пор принимает. Напротив была баня, все здесь собирались. Резили венечки, парились в парилке. Опять же отдыхали. Что интересно, дубы в поселке играют важную роль. Они своеобразные указатели. Как говорят члены семьи Никоновых, дуб, возможно, принимал под свою крону путников, скрывавшихся от палящего солнца. А во время Великой Отечественной защищал от пуль и от осколков защитников Сталинграда. Они столько тайн хранят, ребят. У них столько железа набито, потому что немцы с запада шли, обстрел был, горная поляна. А немцы-то не взяли горную поляну. Это факт. Полы с игоре проходили они к Волге, а горную поляну не взяли. А может, дубы их защитили, нашу горную поляну. Как отмечает Виктор Алексеевич, летом дуб выглядит словно букет, только увеличенный в размерах. Высоту дерева достигает 17 метров, диаметр ствола – 126 сантиметров. Для детей Виктора и Людмилы Никоновых Великан был излюбленным местом для игр. Очень любили залазить туда, на самый верх. Там у нас и скворечники были. Сейчас, правда, один только остался. А так дети очень любили играть около дуба. Все время, тем более летом жарко, тенечек под этим дубом очень хорошо для детей. В 2017 году по инициативе участников ТОСа «Высота» к дубу приезжали специалисты из Центра древесных экспертиз. Взяли его образцы, по которым узнали состояние и его точный возраст – 150 лет. К этой информации были приведены рекомендации, чтобы дуб сохранить как можно дольше. А совсем недавно ему присвоили всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы». Деревья – это тоже ценность. Это то наследие, которое мы приняли от предков и решили изучить. Всем было интересно, сколько же им лет. Потому что впечатляет масштаб этих дубов, которые то здесь, то там, на горной поляне растут. Дубы – немые свидетели истории, простоявшие сотни лет до нас. Эти деревья были, есть и будут символом выдержки, силы и мощи. Наша задача – сохранять как можно больше этих раскидистых великанов. Чтобы следующие поколения любовались и восхищались ими. Максим Черпак, Виктор Хиврин. Время новостей.